Давайте подумаем, вместе с вами, мои уважаемые телезрители, теле-телезрители, зачем Терраблэйду, Лотар и Даган? Ваше предложение. В первой доте, в принципе, это была норма собирать на него Даган. Почему? Потому что Даган полностью взаимодействует с нашей ультой. Кто помнит, как работает ульта у Терраблэйда? Мы себе уменьшаем здоровье до минимума и обмениваемся здоровьем с врагом. При этом у врага не может упасть здоровье ниже 20%. И тут в дело идет Даган. Давайте посмотрим реализацию. Это типа такая больше фан-сборка, фан. То есть ее можно собирать только если вы не один кэрри в тиме, да? У нас есть еще сэфэ и так далее. Поэтому здесь можно было пофаниться. Давайте я вам продемонстрирую это искусство. Сначала мы идем и уменьшаем свое хп до минимума. Любым способом. Можно на крипах, можно на рошане. Без разницы. Чем меньше у нас хп, тем меньше будет хп у врага. Уменьшаем, уменьшаем. Опа, опа, опа. Ну не очень быстрое дело, конечно. Все. И побежали искать жертву. Ищем, ищем, ищем. С первого раза у нас не получится найти, но мы потом найдемся второго раза. Так, здесь я не успел, видите, из-за тупого пуджа. Ну ладно, допустим так. Хорошо. Все, ищем жертву дальше. Поиск, поиск, серч, серч. Лотар нужен, чтобы можно было беспалево подбегать вплотную к жертве и ультовать на нее. Здесь сварка никто не видел. Все, подбегаем. Называется обмен жидкостями, запомните. Обмен жидкостями. Так, дальше ищем. Опа, враг обнаружен. Обмен и... Профит. Вот такая вот история. То есть мы ультуем, у врага остается 20% хп, мы добиваем с Даггана. Поставь лайк. Напиши комментарий. Подпишись на канал. Продолжение следует... Продолжение следует...